добрый день с вами художественная школа импери пикчеры сегодня покажу вам как нарисовать маяк красками рисовать будем акварелью точнее писать итак мы начинаем берем простой карандаш и начинаем рисовать маяк с осевой линии рисуем о ровную вертикальную линию дальше снизу рисуем ровную горизонтальную линию снизу она у нас пошире сверху поуже обязательно правая левая сторона должна быть одинаковая это называется симметрия маяк делаем симметричным также прорисовываем после этого в горизонтальных линиях два эллипса и соединяем два эллипса эллипса получаем вот такой вот обрезанный немножко конус после чего рисуем линию горизонта и от этой линии горизонта мы будем понимать что нижние эллипсы у нас будут видны именно во внутреннюю часть внизу загнуты а те которые идут вверх будут уже подниматься вверх это законы перспективы обязательно так делаем то есть если вы увидели вдруг что маяк выше линии горизонта имеет такой же эллипс как ниже линии горизонта то значит человек который рисовал это не сильно грамотный то есть мы с вами прежде всего учимся рисовать именно грамотно прорисовываем сверху шапочку добавляем еще одну шапочку обязательно смотрите чтобы все было симметрично правая и левая сторона относительно центра должны быть одинаковые добавляю дополнительные балконы дополнительные эллипсы такие полосочки ну и в принципе маяк практически готов теперь нам нужно удалить все ненужные линии и нарисовать вход в маяк и два окошка рисуем такой прямоугольник справа добавляем толщину стены маяка также рисуем небольшой подиум на который стоит у нас маяк и добавляем часть берега с такими камнями неровными линиями все это прорисовываем убираем центр и добавляем два окошка сначала просто прямоугольник также с правой стороны делаем толщину стены ну и принципе все рисунок готов теперь самое время прийти к работе в цвете для начала мы просто водичкой проходим небо смазываем все водичкой будем делать заливку теперь нам необходимо голубыми ультрамариновыми цветами залить небо смотрите внизу небо должно быть более светлое вверху она будет более темная ну и как правило снизу небо если мы посмотрим на природу она голубое а сверху она более такое ультрамариновое то есть это голубой плюс фиолетовый если у вас вдруг нет цвета ультрамарина то вы можете его сделать просто синим добавив него немножко фиолетового и делаем полностью заливочку всего нашего маяка точнее майка а небо около майка ну как-то так снизу немножко промативаем чтобы и во-первых светлее было и чтоб влага не подходила к морю но теперь самое время сделать море или океан берем прям синий насыщенный цвет постарайтесь оставить тонкую полосочку с небом чтобы море в небо не затекло либо дождитесь пока высохнет небо потом перейдите к морю так как я оставила полосочку тонкую между небом и морем мой цвет в небо не затекает ну и делаем плавную заливочку вниз сверху море будет темнее к низу она также будет высветляться но по такому же принципу как и небо сверху потемнее к низу посветлее также снизу я немножко добавлю коричневого это будет как рефлекс от земли ну не коричневого а охры теперь делаем заливочку земли на котором стоит маяк и саму землю то есть сначала делаем все светло коричневым цветом можно взять несколько цветов я вообще очень люблю когда мне присылают работы они такие акварельные когда вы не используете один цвет все таки это не раскраска у нас да и мы с вами учимся быть живописцами поэтому необходимо смешивать различные оттенки тем более вот у меня в данных красках аж целых раз два три 4 5 6 6 коричневых то есть мы можем все использовать и сделать очень интересные такие переходы такие прям живописные теперь смотрите площадочку чуть отделяю она становится более светлая а саму землю немножко усиливаю делаю ее потемнее такими пятнышками то есть тоже заливочка из одного цвета в другой переходит из одного тона в другой доделываем нашу землю переходим на маяк здесь нам необходимо выделить светлые части сначала я сделаю по ним собственную тень вот с левой стороны мы делаем небольшие такие собственные тени черный плюс фиолетовый разбавили водичкой посильнее и получили такой бледно-серый цвет потому что многие всегда спрашивают светлана юрьевна как же делать белый цвет они как белый цвет у нас отражение всех остальных то есть это бумажка у нас белая и немножко теней мы добавляем также левую сторону нам нужно чуть-чуть усилить посильнее потому что есть близкое место к зрителю ну и чтобы появился у нас левой стороны рефлекс это такая светлая полосочка все аккуратненько вычищаем ну теперь то же самое делаем красным цветом здесь обязательно либо дождаться когда все высохнет либо также не доводим до края чтобы оставался промежуток чтобы цвета у вас не смешались так как я уже контролирую этот процесс я не дожидаюсь пока подсохнет а вы обязательно дождитесь чтобы не навредить смотрите красный слева я делаю тоже потемнее а справа немножко добавляю оранжевого цвета чтобы он стал более таким теплым ну и мы сразу с вами понимаем что с правой стороны у нас свет а слева тень это мы еще с вами поняли когда делали белый цвет а в красном и в очередной раз это показываем крышу делаем коричневым цветом здесь то же самое справа она должна быть нас чуть-чуть посветлее слева немножко потемней поэтому я так и делаю смотрите справа натка более рыженькая а слева немного такая более темно-коричневая этот цвет называется сиена делаем внутренние части входа потемней заливаю дверцу при этом оставляю толщину нетронутой этим же цветом прохожу окошки на маяке одно и второе обратите внимание что правую сторону толщины я не трогаю она остается светлая прекрасно так ну что в принципе основная такая заливочка готова теперь самое время заняться уже детализации и более таким тщательным прописыванием деталей сначала я начну с моря и добавлю текстуры морю такие горизонтальные мазки так как плоскость моря горизонтальная соответственно и мазочки будут тоже такие же единственное немножко мы разбавляем водичкой и делаем их не ниже к морю более прозрачные также добавляю беру коричневый цвет и делаю мазочки на коричневом бугорке прям мазочек мазочек такие знаете как бы бугры чтобы появилась текстура бугорков текстура земли текстура камней на которых стоит наш прекрасный маяк ну и добавляю тени на крышу майка также оставляя слева белую полосочку рефлексик и немного добавляя текстуры объема крыши этим же цветом я прохожу балкончики все пока просто светло коричневым дальше будем уже прописывать и детализировать более подробно темно-синий цвет берем и начинаем детализацию посмотрите я взяла уже тоненькую кисточку этой тоненькой кисточкой пойти потихонечку начинаем выравнивать все наше изображение сначала темно-синим и подчеркиваем море далее я беру коричневый темный цвет и начинаю вырисовывать и подчеркивать маяк делаю такую своеобразную обводочку подчеркивая важные детальки подчеркиваем крышу отделяем ее прям такой обводкой добавляем полосочки текстуры вот так теперь подчеркиваем маяк по краям немного его выделяем мы добавляем полосочки на все вот эти детали на маяке сначала обвели потом подчеркнули снизу и сделали такие вертикальные полоски по форме 1 2 3 4 посмотрите как сразу четко вырисовывается наш маяк сверху добавляем линии которые пересекают друг друга и воля наш маяк точнее его макушка превратилась уже в что-то такое интересное аккуратное и детально прорисованное то же самое делаем с балкончиком добавляем вертикальные линии получая такой ободочек с балконами подчеркиваем вниз теперь смотрите то что к нам ближе мы будем немножко сильнее это выделять то что от нас удаляется будем немножко делать бледней это называется закон о воздушной перспективе вот краешки допустим я сильно не выделяю окошки к нам ближе выделяю здесь вот эти линии которые мы подчеркиваем границы красной и белой ближе к нам мы делаем ее посильнее а дальше от нас она будет побледнее вот смотрите здесь посильнее а краям сильно и не углубляем так у нас формируется дополнительный объем за счет воздушной перспективы подчеркиваем маяк более темным цветом чтобы маяк у нас прилип к земле делаем более темные внутренние части и добавляем еще забор по переднему плану здесь я беру сиену жену или это темно-темно коричневый или коричневый можете смешать с черным и добавить такую перегородочку с правой стороны на майке также кое-где добавляю таки более темные места но не черным цветом а коричневым подчеркивая линии земли таким образом все это подчеркиваем ну и все наша работа готова подписываем ее и присылаем ко мне в инстаграм и перри picture онлайн так подождите забыла сделать близкое место к зрителю еще на красном цвете доделываем и теперь точно все немножко размоем замечательно наш маяк готов не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал оставить хороший добрый комментарий зайти на наш сайт посмотреть ему что-то вам понравится то что вы захотите нарисовать вместе с нами но я прощаюсь с вами до свидания друзья до новых встреч